Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Инна Суглобова, президент приюта для бездомных животных «Зверополис». Здравствуйте! Здравствуйте! Вы организовали приют для домашних животных. Как пришла такая идея? Пришла идея достаточно давно. Я всегда помогала организациям с подросткового возраста. И всегда не хватало мест для животных, которых полно на улице. И просто-напросто решила, что нужно побольше мест создать, путем создания собственного приюта. Вот так вот спонтанно пришла в голову эта идея. А как давно существует приют? Три года. Вот нам будет в сентябре три года. А как животные попадают в этот приют? Вы их сами находите или приносят? Всегда по-разному. У кого-то я лище нахожу, у кого-то находят волонтеры, кто-то звонит, рассказывает какие-то неимоверные истории. Кто-то просто-напросто сам приводит животных. У каждого животного разная история попадания в приют. А сколько вот сейчас животных находится в приюте? Восемьдесят. А то есть для них нужно, наверное, очень много места? Да, очень много места, очень много вольеров, помещений для кошек, каких-то клеток. С этим очень тяжело, но мы пока справляемся. А какие животные содержатся в приюте? Кошки и собаки. Приют-то ведь не государственный. Вы как-то сами финансируете его? С самого начала было сложно. Волонтеры в основном оплачивали какие-то расходы. В ветклиниках покупали еду, аренду. Опять же, мы снимаем территорию. Сейчас она знает побольше людей и как-то стараются помогать. Исключительно за счет частных пожертвований мы не существуем. А люди как часто приходят, забирают животных? Каких именно? Кому предпочтение дают ковркам, собакам? К сожалению, достаточно редко забирают животных. Точнее, забирают-забирают. Потом у нас идет 50% возврат. То есть люди взяли, люди не подумали, люди вернули. И где-то за год вот именно собак, дворняк, вот удачная история у нас где-то порядка 7 за год в среднем. То есть это для нас очень-очень-очень мало. А удачная история – это когда человек взял себе животное, он доволен им? Оно до сих пор живет в хороших условиях, ухоженное, здоровое. Мы его видим, присылают нам фотографии, даже иногда приезжает. Вот это вот успешное пристройство. Животные попадают в приют всегда хорошими, здоровыми или иногда бывают и трагичные какие-то истории? Чаще всего это больные животные. Это либо животное просто заболело на улице какой-то инфекцией или еще чем-то, или травмы. Бывает, дело доходит и до ампутации, бывает всякое. Процентов 30, наверное, к нам попадает полностью здоровыми животными, в основном из семей. Звонят люди, говорят, что нам больше животных, либо вы забираете, либо животного больше не будет. Но такие животные, да, чаще всего попадают здоровыми. А с улицы приходится куча. Устраивают ли какие-нибудь экскурсии в приют для школьников, для других ребят, чтобы понять, как важно животных, скажем так, забирать оттуда? Да, стараемся устраивать, но это происходит достаточно редко, к сожалению. Опять же, не каждый родитель готов отпустить свое чадо к большим собачкам. Некоторые родители считают, что у нас исключительно заразные животные. Настраивают тем самым детей против того, чтобы помогать как-то таким организациям. Но мы стараемся. Вот еще такой момент, ведь приют негосударственный и животных, как вы сказали, 80. А какие-то прививки и все остальное животным делаются? Обязательно. Сначала животное обрабатывается от внешних и внутренних паразитов, потом животное прививается, сидит свой срок карантинный, так скажем, потом животное стерилизуется, и только тогда животное готово переехать в новый дом. Вот вы говорили, что забирают всего 7 животных, ну, около 7 животных в год. Может быть, есть какие-то такие хорошие, интересные истории? Ну, это по собакам в основном. Интересных историй много у нас, которые у нас успешно уехали домой, животные. У нас сейчас есть одна собачка, которую сдали хозяева. Это чихуа, чихуа с клеймом. Хозяева ее сдали, потому что у них родился ребенок, она просто-напросто делала вид, что она сейчас этого ребенка съест. Вот, привезли, запустили мне в квартиру, потому что в вольеры посадить не могла. Эта собачка по квартире меня погоняла, знатно так меня тоже покусав. Вот, мы исправляли эту собачку полгода. Оставались, конечно, какие-то моменты, отпечатки от прошлой ее жизни, такие не очень приятные. Забирала ее один хозяин, потом другой, потом третий. У первого она там плохо себя вела, второго она там покусала, где-то она еще что-то там не так сделала. А потом я забрала женщину, и в итоге сейчас собачка путешествует по всей России, собственно, да. И у нее все прекрасно. А как-то вот воспитание собак вам помогает? Какие-нибудь дрессировщики или еще кто-то? Нет. Кинологам нужно платить в основном. Кинологи, которые нам помогают, это достаточно редко выходит, потому что люди тоже работают, люди тоже взвешивают свои возможности. И в основном куда-то пытаемся мы ездить для того, чтобы подчеркнуть новую информацию, в той же самой кинологии, чтобы как-то воспитывать животных. В основном все абсолютно на наших плечах. И ветеринария. Мы и ветеринары, и уборщики, и кинологи, мы все вот вместе так вот и работаем. За три года опыта работы в приюте, может быть, накопились у вас какие-то кинологические навыки? И, может быть, подскажете какой-нибудь совет, если, допустим, как утихомирить собаку, если собака там беснуется, бесится? Ой, советов на самом деле тонны. Если я начну рассказывать, то нужно мне давать двухчасовой эфир. Главное, что нужно хозяину, это не баловать свою собаку. Вот люди берут, думают, что они сейчас ее погладят, поцелуют, дадут ей еду со стола, посадят ее на свою кровать, а потом однажды им это перехочется делать. И собака тоже такая, ну, раз ты перехотел, то и я перехотела. Ничего подобного не будет. Очень часто нам сдают таких животных, которые в итоге потом бросаются, когда сделают что-то не так, как они хотели. В основном это питбули и стафы, которых вот так вот. Сначала ты щенок, ты маленький-миленький, а потом ты вырос, что-то мне страшно. Я тебя сейчас сдам в зверополис. И такие приезжают. Поэтому мы потом с ними работаем, мы потом бинтуем ручки, ножки. Вот. Поэтому я, наверное, советую лишнего животному не позволять в первую очередь. А остальное, можете приезжать к нам, мы с удовольствием поговорим с вами об этом поподробнее. Вот животные, которые покидают свой приют, следите ли вы за ними или нет? Обязательно. Обязательно. Если животное уехало, и хозяин как-то перестал с нами выходить на связь, какая-то подозрительная информация пошла о том, что животное где-то бегает на улице, хозяин не отвечает. Мы выезжаем, отдаётся животное по договору изначально, и мы имеем право животное изъять. Бывает такое, что даже дело доходит до полиции, мы вызываем полицию, вдруг нам не открывают берег, и таким вот образом пытаемся вернуть животное. Слава богу, пока животных, которые пропали без вести, у нас таких не было. А вот таких трагичных исходов, когда люди забирают животное, и потом приходится их возвращать с полиции, их много или нет? Нет, это единичный случай у нас. Пока, слава богу, был. Я надеюсь, больше в нашей истории таких случаев не будет. А вот мы остановились с вами на интересных случаях с собаками, которые произошли. А может быть, были какие-то милые, трогательные ситуации? Вот честно, опять же, к сожалению, трогательных ситуаций я не помню. Я помню в основном негативные моменты, потому что люди не очень взвешивают, что такое собака, как с ней нужно обращаться, для чего она нужна. Есть, да, положительные истории, но трогательные я их не назову. У нас ещё ни разу не было случаев, чтобы забрали к себе всему, животные-инвалида. У нас сидят животные-инвалиды, которые никому не нужны. Люди не понимают, что можно взять в семье такое же животное, оно будет их любить точно так же, как чихуашка, которую они приобрели за 25 тысяч. Но почему-то эти животные вынуждены вынуждать у нас в приютах, поэтому я, наверное, скажу, что, к сожалению, нет. Трогательных историй не было. А бывали ли случаи, когда животное поступило к вам в приют и не попало ещё ни к одному хозяину, кроме животных-инвалидов? Да, да, сидят вполне здоровые, красивые, хорошие животные. И сидят прямо изначально со дня основания приюта по сей день. Люди за ним не приходят, не интересуются. Хотя я не вижу никаких изъянов этих животных. Ну и, наверное, такой философский вопрос, как вы думаете, вот почему сейчас такое время, что очень много бродячих животных не забирают животных из приютов? Людям надо что-то сверхъестественное для того, чтобы фотографироваться, для того, чтобы сказать, а вот у меня есть, а у тебя нет. У людей пропало чувство сострадания, это есть лишь в единицах. Люди не хотят творить добро, как бы это громко не звучало. Люди хотят что-то поиметь. Вот сейчас, вот сегодня, и не хотят ничего отдавать. Вот, к сожалению, так. Добрые люди-то все-таки находятся? Добрые люди находятся редко, но находятся. Есть действительно хорошие люди, с которыми нам очень приятно поддерживать отношения. Они нам присылают информацию о наших животных, желают удачи другим животным, помогают материально, опять же, приюту, помогают поддержкой. Нам поддержка также очень важна, потому что работа сложная, иногда руки опускаются. Хорошие люди, безусловно, есть. Без них, наверное, мы бы не смогли так работать, как мы работаем сейчас. Хотелось бы, конечно, побольше таких людей иметь и в своих рядах, чтобы они знали хотя бы о нашем существовании. Только благодаря людям, собственно, все и держится. Именно. Спасибо большое, что стали сегодня нашим гостем. А на этом у нас все. Я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова